наработками которые сделали немцы у них успех очень большой 99 процентов против системы если они людям помогают которые хотели отобрать допустим там дома хотели они приходят и вот такими путями такими вот шагами они как бы делают так чтобы у людей не могли ничего отобрать вообще больше смысл в чем значит сейчас я подробно расскажу чтобы понять суть дел это идет это значит речь идет о загсе и о нашей записи 1 когда родилась родилась жива девочка лежу и мальчик вот и тут не совсем перевод точный поэтому можно ну как бы не совсем все это понять быстро поэтому я сейчас еще расскажу шаги ну в общем суть в том как они вот говорят что когда рождается допустим живая девочка и и записи делаю также вырожденная родилась кого-то весово столько-то ее родители на такой-то территории но они записывают еще и как бы родилась еще двое двое близнец и как бы плацента тоже из воды вышла и они ее оформляют потом загсе уже через свидетельство рождения и получается что они создают физическую персону и выдают имя дают это живой девочке и этот документ выдают живой девочке и значит все остальное выстраивается потом на этой лжи так вот что значит эти немцы делают они я вот перевела немножко там какие письма они составляют как они там какие требования предъявляют идут значит сначала загс просят вот эту вот выписку из журнала чтобы им дали письменно официально именно вот это что родилась живорожденная и потом уже после как они получили это на руки они потом им пишут что у меня есть предположение что произошла ошибка что возможно ли такое что и при моем рождении были рождены близнецы и но это первое письмо второе письмо они потом начат уже потом те говорят что нет нет все правильно он говорит что нет я провел свои документы на таком-то таком-то основании я мои утверждение вот такие там что написано значит аббревиатура кент или ребенок это является ну как бы не не живой это персона а где документы на живую девочку почему их нету вот потом они там не знаю третье письмо отправляет нет но факт тот что те не отвечают им после этого они подают в суд именно суд по месту жительства где находится этот загс семейный суд и просят разобраться где значит документы на живую девочку почему они отсутствуют почему отсутствует юридический статус почему она не имеет вообще никакого наследия допустим да как живая гражданство где это все после этого они идут там значит выписывают это но здесь это свои здесь германии вычеркивают принадлежность к это уже не в другой идут в администрацию принадлежность там к церкви там имя это убирают меняют запись и вот этот документ который они получили загса они потом его сами делают из него ценную бумагу там по моему ее надо по моему надо проверить правильно нет я говорю что это если линию провести как провели они ограничили не знаю марки там клет нет в любом случае они наклеивают фотографию по моему notar нотариус это заверяет и дело это постель сверяет с теми данными как вот у него есть на эту персону что действительно близнецы вот ну и за как у вас там можно это все оформить но они тут это делают все и потом с этими документами они этот документ им служит как паспорт так что там действительно записано что там действительно родилась живая девочка и вот ее фотография и действительно она заверена и она выдан документ из загса и они им пишут что я буду пользоваться этим документом до тех пор пока мне не будут восстановлены мои законные документы именно от государства потому что в этом значит документе еще прописывается территория где она родилась территория вот 10 германии допустим и по законам таким-то и по они там еще вписывают упу это всемирный почтовый союз что значит там она она имеет гражданство именно кайзер раих и одновременно они еще себе возвращают гражданство тем самым они выбывают из фирмы фрг и возвращаются обратно в кайзер и ими и и становится гражданами с гражданством с полномерным гражданством и одновременно еще и живые и все и правительство фрг их полностью оставляет в покое после этого после того как под люди сделали такие документы и поэтому если они у не хотят что-то отобрать у персоны то когда человек такие документы предъявляет то конечно отобрать ничего больше не могут теперь значит сегодня еще мне попалось видео прислали на немецком где одна юрист они уже начали тут продвигать выдвигать требования что почему могут заключать договора только юридические персоны на каком основании не могут заключить договора живы живые люди между собой если они хотят что-то купить или еще что-то сделать почему им это не запрещено и не не могут это сделать это не признано юридически это неправильно это как-то вот они хотят тут пробивать еще там она назвала какие-то аргументы тоже интересный ролик вот получается что именно вот такой путь он как бы более действенный чем вот у меня есть только заявлениями себя живым по хоффману потому что это как бы заполняю сама а этот документ уже от системы на он выдан от загса вот так я думаю что скорее всего гражданство советского союза можно точно также восстановить на основании того что там из загса взять эту выписку на какой территории это было значит сделано и еще они идут и в загсе повали где они там берут находят запись своих родителей и бабушек дедушек что они действительно на этой территории рождались и они это ищут до 1913 года потому что тут было по моему после этого этот пучка да их снесли там этих которые были до этого правители и законы потом уже другие начали вводить вот и до этого срока они значит восстанавливают еще свою принадлежность доказывают что они действительно наследники вот этих вот именно тех которые были здесь в этом козерой их дедушки бабушки и что они еще делать но вот это вот основные шаги как бы вот а нам принципе еще даже легче потом у вам там в россии потому что у нас еще сами есть по себе которые имеют гражданство это это не надо же предков искать дальней вот и поэтому ну попробуйте я думаю что тоже должно получиться такой такой способ делитесь какие будут успехи так ну запись стартовал только звук смотри светланты прислала мне какую-то инструкцию там говоришь что какая-то процедура оживления есть в германии многие ее так понял и и прошли до в германии не так было до этого пандемии интерес был не очень большой в россии было больше интереса поэтому я создала группу на русском а в германии началось вот сейчас течение последних полгода интерес поднялся и очень много теперь этим интересуется очень много чатов в телеграме есть и я там тоже свою информацию теперь даем так практические результаты есть какие-то но есть конечно у меня например и у тех людей которых я сейчас познакомилась с которыми я открыла свой чат в телеграме случайно просто пришли люди и сами и и двое из них которые действительно уже очень давно эту тему изучают и помогают к людям и один из них вот одна группа они даже их результат они говорят 99 процентов положительный даже у тех у кого хотят отобрать дома отели или у них проблемы финанс нота налоговой они имеют очень хорошие результаты помогают всем получается что просто люди сохраняются их дома и всего все что у них есть это это вот эта информация которая они начинают через акс делать себя заявлять живыми не то что у меня до этого я знала о заявлении себя живым по гофману раньше у меня была только эта информация я знала только гофмана и только марселя я ездила на их семинары это было три года назад изучила изучила все что они какую информацию давали и все что я просмотрела тогда в интернете на немецком ничего не могла найти кроме одного единственного видео тех людей которые сейчас ко мне пришли в чат я когда они пришли и мы как бы обменялись данными я говорю как вам их вас можно найти и я увидела видео которое тогда смотрела им скинала он набрался готова это наши первые видео и они даже меня к себе в чат пригласили тоже что давай тоже к нам подожди подожди светлана ну это все детали ты мне расскажи какие результаты то вот допустим в россии самые главные проблемы это кредиты и жкх и налоги и всякие там незаконные штрафы по маскам то есть людей это точнее людей а их персоны ну правда сейчас вот мало кто соображает что судят они их а персон и вот персон и судят и вообще без разницы чё ты там с адвокатом без адвоката пришел присуждает и все исполнительное производство открывают и приставы начинают беспредельничать и машины и квартиры все изымает у вас тоже самое творится ну да конечно все добирают вот а по получается ноги то откуда растут я так понял по инструкции ну вот как мне стало ясно я не знаю прав я нет поправить ли что получается что что на самом деле происходит что когда рождается живой человек ну там допустим мальчик или девочка и ну и получается вместе с плацентой да и плацента как бы умирает и они на эту плаценту выписывают там документ что типа родилась это нет мертворожденное что-то что-то такое а потом на мама мальчик это выдают а эту актовую запись или как там этот какой-то справку что родился типа живой мальчик а потом когда в загс попадают документы почему-то рождается какой-то некий ребенок то есть уже и персона какая-то правильно эту схему нужно обязательно объяснить слушай начал говорить действительно когда рождается ребенок в загсе во первых роддоме это запись делают что родился живорожденный мальчик или живорожденная девочка пишут время рождения и место и пишут вес когда родители приносят эту запись загс они тоже там эту запись делают все то же самое записывают и тут же делают вторую запись и тут а они уже создают физическую персону и они уже пишут на выписывают документы на или ребенок аббриатура ребенок или кинт и кинт это уже вещь это мукинт они дают ребенку ребенок уже девочки и мальчика нету в этой записи они дают то же самое имя записывают подожди полут подожди получается по документам в загсе отдельно существует живой живорожденный мальчик и отдельно существует не некий ребенок персона да 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 и вот почему они у них такой успех в их работе потому что они во первых идут загс берут эту первую запись требуют обязательно первую чтобы был стояла обязательно живорожденный указан пол мальчик или девочка имя и все остальные данные может быть даже время записано когда родился родители могут быть записаны гражданство как на обязательно на какой территории что это было за государство потому что ребенок получает гражданство на этой территории какое в то время было государство у какой гражданство было у родителей это все записано но когда они вторую запись делают создают персону и на эту персону они уже выдают создают свидетельство о рождении не на первую запись а на вторую и выдают на руки уже документ персоны это хотя еще и является и физическая персона или натуральная персона это говорят многие что это да это человек у него есть права в принципе это да некоторые немцы у другие тоже они тут ходят на основании вот этой физической персоны действует требует свои права и записи все это делают тоже делают и они на основании этой персону взаимодействует также с системой но эта персона она не может заключать договора почему не она не ограничена она у нее есть возможности но не может заключать договора точную причину как это сформулировать мне нужно точно поискать чтобы не сказать ничего неправильно для этого создается юридическая персона а юридическая персона создается в тот момент когда они нам выдают паспорта и вот это и эта персона юридическая создается изначально банкрот она банкрот и только юридическая персона имеет право заключать договора ну то есть как они это мотивируют когда типа становится совершеннолетним выдаются паспорты ну то есть дееспособный только тогда типа заключаешься договора это может еще конечно имеет значение с тем что это еще ребенок он как бы еще не дееспособный а потом когда он получил паспорт он повзрослел тогда он имеет право заключать договора вот эти у нас получается у нас у всех есть вот эти две персоны слушай подожди подожди вот на момент в допустим 20-летие получается ну вот уже живой мужчина 20 лет ему и получается в загсе до сих пор присутствует некая запись где написано же родился живой живорожденный мальчик и существует отдельная запись на некую персону которые с точно такими же данными но не является живым живорожденным а некий типа ребенок на на этого ребенка выдается свидетельство рождения на это свидетельство рождения выдается паспорт и потом вот этот живой мужчина который воплотит он думает что он он вот этот паспорт и И от имени этого паспорта заключает договора. Да, да. Так оно и есть. Эта запись действительно существует, она есть, и мы имеем право ее затребовать. Вот эту первичную, да? Да, да, да. Она, по-моему, даже в России называется, я сейчас смотрела в последнее время, F4. Да, форма номер 4 из ЗАГС, у меня очень много образцов есть. И вот посмотри, что там стоит. Там, хотя не все эти данные стоят, какие они должны указать, но там обязательно стоит, что родился живорожденный мальчик, правильно? Да, или девочка. Да, вот это вот и есть запись живорожденного. Но, по идее, там должно стоять еще и гражданство, и родители, и все остальное. И мне написали недавно, вот позавчера в комментарии, одна женщина написала, что она сходила в ЗАГС, потребовала, чтобы ей дали эту запись с гражданством. Она говорит, она пишет мне, там они, она так разоралась, говорит, что нам запрещено эти данные давать только через суд. Может быть, это так и есть, потому что Российская Федерация является фирмой. И они, мы знаем, что... Подожди, 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 какие данные не выдают? Вот этой первичной записи о живорождении? Гражданство, допустим, они требуют, что запишите мне в моих вот этой Ф4 форму гражданство, что у меня гражданство Советского Союза. Оно так и есть, это же истина. Да, я тоже слышал, что возникают трудности при этом. Да, почему? Потому что, во-первых, они, конечно, не хотят, чтобы это раскрылось, а во-вторых, вообще, по идее, мы же знаем, что это все является фирмами, что ФРГ, что фирма Российская Федерация, они не имеют права ни вообще никакие манипуляции производить живыми людьми. Мы же это знаем, да? Актиста это на живого. Но она была записана в Советском Союзе в государстве, поэтому они это делали, потому что это было государство. А сейчас мы имеем эти юридические организации, которые, они не имеют права это делать, поэтому они еще и сопротивляются, чтобы за это не отвечать. Но Германия, они требуют то, чтобы она как бы не может сама от себя выдать гражданство. Фирма ФРГ. Но они могут как бы эту информацию дать, подтвердить, что да, есть такая информация, вот, пожалуйста, берите. Она существует, это ваша информация, вы можете ее иметь, но не от себя. А что просто вот когда-то это было, и у вас предки там-то, там-то были в таком-то гражданстве, и вот эта информация, она существует. И они сейчас, конечно, это все стирают, все бумаги они уничтожали, в интернете они заносят только то, что хотят, и эту информацию стараются все стереть. Подожди, я хочу выяснить, почему это важно, ну, то есть указать, какое именно гражданство было. Я правильно понимаю, что, допустим, вот этот 20-летний мужчина приходит, допустим, в суд Российской Федерации, приносит справку по форме номер 4, которую ему удалось получить, а у него там написано, что он родился на территории СССР, РФССР, и там, допустим, указан какой-то город. И то есть он, получается, родился и приобрел гражданство по праву рождения совершенно в другой стране. И Российская Федерация, получается, его судить не может. Он вне юрисдикции Российской Федерации. Правильно? Правильно. Они являются для Российской Федерации иностранцами. А если он покажет, подожди, а если он покажет паспорт Российской Федерации, то он, получается, представился как гражданин Российской Федерации. Соответственно, это их клиент. Ну, мы знаем, что граждан нет в Российской Федерации, все просто являются записанными, как вот здесь у нас в Германии, принятые на работу фирму Ферге. Ну, да, да, да. Я вот тоже пытался же пояснить журналисту Сургутинформ ТВ, тут у нас местное телевидение есть. Он когда мне начал спрашивать про гражданство, я говорю, а с чего вы взяли, что я гражданин Российской Федерации? Он говорит, ну, у тебя же есть паспорт. Я говорю, ну, и что, у вас на груди, говорю, висит удостоверение журналиста Сургутинформ ТВ. Это же не значит, что вы гражданин вот этой телерадиокомпании. Гражданство же может быть только в государстве, правильно? Конечно. Какое гражданство может дать частная фирма? Никакого. Она может дать аббриатуру, какой-то титул под названием, что это называется под словом гражданство, как название фирмы. Слово гражданство. Это название просто определенной фирмы. Мы, каждый из нас, для них это юридическое, значит, лицо или персона. А это и есть фирма. Каждый из нас есть фирма. И они могут сказать, что эта фирма имеет название, имя, под именем гражданства она называется. Вот этот паспорт выдали, вот под именем гражданства у тебя этот паспорт. Под именем. Не то, что гражданство у тебя, как от государства ты принадлежишь, а просто название. Слушай, ну вот у нас получается Российская Федерация и СССР. То есть, две разные юрисдикции. И у нас народ, я так понял, стремится именно получить справку из ЗАГСа. То есть, ЗАГС – это вообще первичный орган для всех, где все получают первичные документы. И где и создаются вот эти двойные персоны. То есть, так скажем, ты даже употреблял, по-моему, слово «близнецы». То есть, один близнец живой, а другой мертвый. Был мертвый, да. Один номер, один живой. А документы вы... Но почему еще есть успех у этих, которые работают здесь, у этих мужчин, да? Они после этого какую еще процедуру делают? Подожди, подожди, подожди. Я хочу просто параллель провести. Это про Россию. А у вас в Германии получается, у вас там ФРГ... Подожди, подожди. У вас получается ФРГ такая же фирма. А вместо СССР кто у вас там? Это Кайзер Райх называется. Кайзер Райх? А он когда существовал? До какого года? Здесь тоже был Путч. Произвели тоже революцию. Снесли этого Бисмарка или кто там они были последний. Я точно не знаю. Это Кайзер был. Его попросили в отставку уйти. И потом появилось Временное правительство. То есть до этого было государство, а потом стала юридическая фирма. И причем это государство, оно имело много государств, оно было объединением государств. Назывались там Пруссия, Бавария, они были все суверенные по отдельности еще. И они объединились в одно и назывались Кайзер Райх. Почему Райх? Кайзер королевская бога. Райх это как бы государство объединения, да? Они просто объединились. И там не было названия немец-дойч, не было. Каждый назывался. Или он баварец, или он... Какие тут разные были? Прусс, Пруссия. У них не было дойч, немец-дойч. Дойч ввел Гитлер. Что сделали здесь с ними? Здесь еще в этом Кайзер Райх были еще типа колонии, но они как бы были в хорошем... Их держали, им давали хорошие условия, но у них не было гражданства. А Гитлер выдал всем после Путина, до него сделали путь, а потом Гитлер выдал всем паспорта, именно колоний. И они все потеряли гражданство. Одновременно. А потом еще, они вот так вот бумаги меняли, меняли, и получилось, что потом у нас сейчас персональ, у связь, в 2008 году они даже из ФРГ, что было, переименовали, переделали, переписали в фирмы. И у всех персонал... А персональ, это и есть служебный персонал. Это просто у нас пропуски, которые устроены в этой фирме, и все, зарегистрированы. У вас не паспорт, а персональ что-то называется? Персональ, да. Есть райзепасс, это пасс, это как бы за границу, если кто-то хочет ехать. Называется райзепасс. А, то есть у вас тоже заграничные паспорта есть, да? Есть, да, есть. Но мы можем внутри Европейского Союза ездить и с персональю с райзем, а если в Россию мне надо ехать или в Турцию, допустим, то надо уже брать райзепасс. А в этом, в райзепасс, в загранпаспорте написано, что являешься владельцем? Там, в принципе, то же самое все, даже там и видно и букву ПФ, форма ПФ, знаем же, да, что это значит. Лобоумные, некомпетентные нуждаются в опеке. Кто предъявляет этот паспорт, юридически это обозначает то, что я сказала. И опека, какая опека у этой персоны? Наше правительство, которое выдало этот паспорт. Юридическая фирма. Юридическая фирма, это опекуны. Они имеют право заключать все договора на эту персону. Когда мы заходим в самолет, если я скажу, что я живой человек, может быть, меня и не пустят, потому что тот ущерб, который они могут нанести живому человеку, у них никогда денег столько не найдется, если что произойдет. Учиться с живым человеком. А товар передвигать туда-сюда, пожалуйста, без проблем. А вот эта юридическая персона, это и есть товар. Ну, просто мало кто об этом знает. Ну, вот сейчас я, в принципе, эту информацию, многое из того, что я знаю, я уже даю 3 года. Для этого есть и моя группа. Пожалуйста, заходите. Я даю свободный доступ. И всегда с самого начала. Ты, наверное, помнишь, мы с тобой начинали еще 3 года назад. Познакомились тогда еще. И каждый потом пошел своим путем. И ты чат открыл мне в ВКонтакте. Я там тоже есть с самого начала. Просто я там просто следила. Я видела прекрасно все, что с тобой происходило, что с тобой делали. Это я все видела. Но ты шел своим путем. Я шла своим путем. Мы получали каждое свои знания на своих источниках. Все те знания, которые я получила 3 года назад на этих семинарах у Хоффмана и Марселя, я их даю уже 3 года в моей группе. Пожалуйста, берите, пользуйтесь, изучайте. В свободном доступе все стоит. Светлана, это все ясно. Я помню все эти документы. Я их читал, как бы ознакомливался. И меня как бы душа не лежала на то, чтобы что-то там отпечаток пальца делать и так далее. То есть, вот эти марки мне были непонятны. Подожди. Подожди. Просто звук забивается. Нельзя перебивать друг друга. Мне потом трудно монтировать будет. Смотри, мне просто... Ну, тогда было это все непонятно. Зачем отпечаток, если я могу живым словом и так далее. То есть, можно же роспись поставить. Вот. Сейчас, ну, как бы у меня наполовину пришло понимание, что отпечаток пальца – это, по сути, печать уполномоченного органа. Вот есть понимание такое, что на документе любую роспись должна заверять круглая печать. То есть, печать уполномоченного органа. Так вот, живые мужчины и женщины некоторые так и говорят. Говорит, а у меня вот это... Заходит в банк и говорит там, типа, это... Они ему говорят, давайте этот паспорт. Он говорит, у меня нет паспорта. Он говорит, ну, давайте тогда этот документ какой-то. Он говорит, а какой вам документ нужен? С росписью и печатью уполномоченного органа? Они говорят, да. Он достает, а у него там свой собственный документ, он его написал сам рукой. И там стоит его роспись и не печать, а вот отпечаток большого пальца. И он говорит, вот. Они говорят, а что это такое? Он говорит, ну, вот же, вот же есть роспись уполномоченного. То есть, это я расписался. И стоит отпечаток, то есть, печать моего уполномоченного органа. Вот мой большой палец – это мой уполномоченный орган. И они его приняли. Они обязаны принимать? Во-первых, этот отпечаток пальца данный творцом. Он у всех, у каждого из нас индивидуальный. Ну, тут видишь, мы мыслили по этому поводу, то, что отпечаток пальца можно снять и из трупа. То есть, это не является признаком живого. А вот роспись живая, такая вот, закорючка уникальная, которая только живой, по идее, может, находясь... Поэтому в этом документе существует не только отпечаток пальца, но и его, и автограф, и фотография, и все данные, которые он заносит туда. И свидетели еще. И обязательно условие, что если кто-то заявляет сам себя живым, он сделать должен общественно, публике это заявить, общественности. Публично заявление сделать, волеизъявление. Это обязательное условие. Один раз или трижды? Ну, один раз. Так в итоге, судя по инструкции, что происходит? Допустим, пришел человек, у него там все сразу навалилось. И банки, и кредиты, и приставы, и ЖКХ, короче, и суды уже идут, и детей отнимают, и в квартиру чуть ли не каждый день ломятся там эти приставы, коллекторы и так далее. Вот он приходит к вам, вы ему даете инструкцию. Он там, допустим, за неделю пробежался, получил все документы. И дальше что? Какие результаты? Вот он, допустим, приходит в суд уже со своими документами, я так понял, вот с этой формой, что он является живым, живорожденным. Расскажи мне случай, как вот в суды вы проходите. Вот я не знаю, ты и твои знакомые. Меня интересует именно практика. Что происходит? Судьи сбегают или там решения не выносят. Вот у нас некоторые говорят, что записи с сайтов судов даже исчезают. Записи у судебных приставов, исполнительное производство сами по себе исчезают. То есть вот такие чудеса происходят. То есть система в упор не видит живого. Она всячески старается игнорировать эту тему и заминать ее, то есть изничтожать любые записи, любую информацию об этом. А потому что система и не может видеть живого никак. Поэтому я и говорю, что вы должны всегда это письменно делать, потому что она вас не видит и не слышит. Она может только читать, она может только действовать по инструкциям. Поэтому мы должны, пишем для нее вот это вот заявление себе живого. Я знаешь, какой пример привожу по поводу письменно? То есть почему система не видит живых? Мы тоже осмысляли эту ситуацию. Почему именно так? И мы пришли к выводу, что вот вспомнили ситуацию в американском суде, допустим. Ну вот любой фильм, если посмотреть. Там, допустим, судья вызывает свидетеля. Приходит живой человек, там мужчина или женщина, заходит на место свидетеля, встает и подходит секретарь, подносит Библию и требует произнести клятву, что он будет говорить только правду, ничего кроме правды и что-то такое. Он произносит клятву, то есть говорит, что я перед Творцом клянусь, что я буду говорить правду. После этого он ничего не пишет, этот свидетель. То есть живой мужчина, там женщина, они ничего не пишут. Садится секретарь и с его слов печатает это все в протокол. А потом на протоколе и судья, и секретарь, они все расписываются. То есть они слова живого человека переводят в письменный вариант. И в дело подшивается именно письменный вариант. Да, обязательно. Во-первых, нужно выяснить, какой это суд. Или это общественный народный суд, как это было в Советском Союзе, или это коммерческий суд. Какой суд? То, что сейчас мы имеем, это коммерческий. Они не могут никак взаимодействовать с живыми, абсолютно никак вообще. Поэтому они всегда встают и уходят. Ну вот я поэтому и так понял. То есть я был очень удивлен, что у меня вот эта король Елена Петровна, она всячески отказывалась вести и аудио, и письменный протокол. А знаешь почему? Я тебе скажу. Скажи. Потому что, во-первых, начнем с самого начала, что нет ни полицейских, ни судей, есть только ценные бумаги. Все, больше ничего нет. Одна ценная бумага обращается к другой ценной бумаге, чтобы заключить договор. Все. У нас существует только договорное право, торговое, коммерческое право и доверительное право. А подожди, а получается вот эти бумаги, они могут общаться между собой только в письменном виде? Ну конечно. Вся фикция может общаться только в письменном виде. То есть она вот этим живым общением, как бы мы на словах-то пообщались, а на самом деле письменно ничего не произошло? Ну она не может никак это объяснить, допустим, своему начальнику. Ну никак. Ну что она, на пальцах расскажет, что был сам живой? Как она это? Она его не распознает. Она же сказала, что она сама является юридическим лицом. Должностное лицо к мировой суде, король Елена Петровна. Да. Еще такой момент. Мы же знаем, что у каждого из нас есть коллатеральный счет. Это значит, что мы являемся владельцами всего, что находится на земле, всех богатств. Ты говоришь о родовом наследии. Ну можно и так называть. Я не знаю точно это является. Скорее всего, да. Что сделала фикция? Все вот эти богатства, они поделили на живых. И на каждого открыли счет. И почему же, когда рождается ребенок, они сообщают в Ватикан, допустим, туда сообщают данные. Открывают счет, что его доля, это его доля. Или родовое наследие. Вот этого живого, оно там числится. Оно никуда не девается. Оно всегда остается, оно есть всегда. У каждого есть свой счет. И на счету там очень большие суммы. То, что они перевели богатство земли в форму денег. Какие-то там числа, допустим, рубли, евро, доллар. Перевели. Вот столько бы это могло было бы стоить. Так вот, у каждого из нас есть огромная сумма. Что сделали концерны, все фирмы? Они за этот залог открыли свои фирмы. Они там числятся. У каждого из нас можно зайти на счет и посмотреть на моем счету, записаны какие фирмы. Концерны, огромные концерны. Каждый день, один или два раза в день, они в 6 часов вечера прибыль снимают оттуда с нуля. Они делают баланс, снимают прибыль. Эта прибыль принадлежит нам, потому что мы являемся их кредиторами. Подожди, я, насколько помню, то есть, когда рождается живой мальчик, допустим, весом 3,5 килограмма, получается, его взвешивают специально именно для того, чтобы открыть счет в эквиваленте равным весу золота. То есть, на 3,5 килограмма открывается счет, туда эти килограммы ложатся. И потом, допустим, вот к 40 годам, насколько я помню, я считал, там что-то около 68 миллиардов получается. С учетом того, что на эти 3,5 килограмма золота каждый год 4% годовых идут. Вот к этому же идет тоже золото там и все. Там все входит. Это все наше. И причем я тоже слышала, что когда врачи приходят, взвешивают маленьких детей первые годы, они взвешивают не сколько ребенок прибавил в весе для его здоровья, а именно сколько там на счету его увеличить, переписывают. Так вот, получается, что в фикции, они создали фикцию, да, персону, и вот это вот и является носителем этой ценной бумаги. Они же привязали персону к живому человеку. Получается, что мы в фикции, когда мы друг с другом взаимодействуем, то мы, не мы взаимодействуем, не живые существа, а одна бумага ценная, запись там, коллатераль, обращается к другой и делает какие-то махинации там, взаимодействия. Договора заключают или еще что-то. Покупки, продажи. Ну, в канонах это называется юридические фикции. Ну, фикция, вся фикция, все, что мы имеем везде, все правительство, это все является фикцией. И что случилось в суду, когда ты зашел? Она является юридическим лицом. Это значит, что она застрахована. Это значит, что получается как? Каждый раз, когда мы сделаем какие-то заявления правительству или в суд, или ставим на пенсию заявление, или еще какие-то, тем самым открывается счет каждый раз. Новый счет, номер такой-то. И на этот счет они снимают с нашей коллатераль деньги. И получается, они открывают страховки, страхуют вот эти вот... Судья застрахована, получает страховку с твоих же денег за то, что она судит твою персону. Ты оплачиваешь ее. Из-за того, что ей пришли документы от персоны. С моего, так называемого, родового счета. Да, да. Она застрахована на определенную сумму. Она работает, она сказала, она судья встала, и она ждет, что придет персона, и она ее будет судить на деньги живого человека. Она выписала там штраф, или когда садят человека в тюрьму, они просто ложат на склад тело вот этого носителя, вот этого богатства. Я это называю инвентаризацией говорящих табуреток. То есть, они берут... Почему сейчас вот за маски обязательно... Да, за любое правонарушение, при любой проблеме, короче, человека просто с ним не разговаривают на месте, его просто везут обязательно в отдел полиции. Это идет доставление товара обратно на базу. Да, они пытаются сейчас... Во-первых, они на этом деньги зарабатывают. Да, колоссальные. Им эти все протоколы, это все фигня. Главное, им бумаги составить. Вот эти протоколы, решение суда, роспись получить самого владельца, что он одобрил это все. Поэтому и не советуют подписывать протоколы любые. Писать на отдельной бумаге. Ну, в принципе, любое, чтобы он туда не отдал, это уже для них считается, что они имеют право счет снять деньги. Нет, смотря, 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 как ты напишешь. Ты можешь наложить индосамент, так называемый. То есть, без оборота на меня написать. Можно, да. Вот это обязательно, может быть, надо указывать. Но, когда ты, как живой человек, зашел в суд, да, опять-таки, что получилось? У нее есть своя страховка. Она это знает. Она имеет определенную сумму. А ты зашел, твоя страховка, твой счет на твоем коллатерале, он огромный, он просто колоссальный. И он полностью ее страховку обнуляет. Он ее обесценивает. Она не имеет права тебе вообще ничего сказать. Ну да, то есть, у нее в кармане копейка, а у меня, за мной все банки мира. Да. Ну вот, отсюда, получается, и возникает вот этот вопрос, да, когда задаешь там один из трех вопросов, имеет ли суд безграничную, безлимитную, материальную ответственность перед... Не имеют вообще, эти суды не имеют права судить живого человека, ну, никак, вообще. Ни с какой стороны. Поэтому они убегают, как бешеные, сразу. Ну, у меня не убежала. Но она не... Все равно она как бы... Вышла, вышла, ну, якобы по закону, что должна удалиться. Впервые удалилась, чтобы вынести это решение по якобы ходатайству, по волеизъявлению. А что она тебе написала в ее решении? Да там чушь какая-то, что, типа, подано слишком рано, потому что еще не рассмотрели по существу дело. Ну, короче, отписка. Да, но когда она про тебя писала, как про живого, что она написала? Что ты ворвался, да? Что там незаконно вошел, не предъявил никакие данные? Не-не-не. А у нее в документах сплошная персона. Там она вообще ни разу не пишет слово живой человек, мужчина, что-то такое. Она даже имя написала только, как пишется персона. Потому что живой человек пишется по-другому, чем персона. Мы это уже знаем, да? Да, я пишу с маленькой буквы. То есть мужчина, живой мужчина, хозяин имени Антон. Все маленькими буквами. Вот. А она этого нигде там не указала. Только персона указала. Она и не имеет права это делать, и никогда не сделает этого. Но, с другой стороны, когда заходит персона, тем, что она пришла, она уже изначально признала себя виновной. Всегда. Поэтому персона в суде проиграет. Всегда. Но это 12 призумций в виновности, называется, суда. Да, 12 призумностей. То, что вы говорили недавно с другими там мужчинами, что изначально она же лж... Мы же лжесвидетельствуем. Когда мы выдаемся за персона, мы лжесвидетельствуем. Ну да. Мы уже себя признали. Нет, когда ты говоришь, что я фамилия, имя, отчество, это лжесвидетельствование. Ты не являешься фамилиями, отчеством. Это же маска. Мы просто одеваем на себя маску и говорим, что я только эта маска. Больше ничего. Меня тут нет. Я только маска. Но это что, правда, что ли? Это же вранье. Конечно. А когда ты говоришь правду, я живой мужчина, хозяин имени Антон и всех других имен созданных. Ты хозяин ситуации? Да. И то же самое ты меня спросил про банки, то, что они требуют. Там то же самое. Когда мы подписываем на кредит документы, подписали, да? Они эти документы, во-первых, они их размножают, ну, пускай там на 20 раз мы расписались, и они бланки размножили. Да, да, да. Я слышал, что сейчас кредитные договоры подсовывают не в двух экземплярах, а чуть ли не в четырех, в пяти. Почему? Потому что на каждый из этих счетов, это же открылся новый счет каждый раз, они с нашего же коллитераль снимают по новой, по новой, по новой, еще раз, еще раз деньги. Зарабатывают на этом. Они зарабатывают там, не знаю, сколько-то процентов, там вообще не сказать сколько. На этом кредите. Ну, получается, вот эти все кредиты, это просто прикрытие, человек пришел, смотри, человек пришел, заключил это, пять экземпляров подписал, допустим, на один миллион, говорит, дайте мне кредит на один миллион. Они ему выдают один миллион, ну, этих бумажек, не денег, а бумажек вот этих, бибариков России, билеты Банка России, как это, денежный суррогат, якобы. Вот. Выдают ему эти бумажки ровно на один миллион рублей, а сами с этой суммы штампуют как минимум пять миллионов и закладывают их и получают там чуть ли не пятьдесят миллиардов. Насчет этого есть еще вот дипломат, он сейчас тоже появился в Телеграме, он это описал, я даже в своей группе перевела, там он описывает, что какое право они имеют, значит, если они сняли с нашего коллитераля такую-то сумму, если они там, вы какой-то с этой суммы, они у них есть, прибыль, то они обязаны там налоги платить, не обязаны, там у них все прописано, они все это действуют по этой схеме. Я это все опубликовала в своей группе, можете посмотреть. Что происходит, когда мы даем им роспись на кредит? Что там они делают? Там такие махинации. Вот. Так вот, как делать, как действовать против этого? Я сама, у меня не было судов, или я вообще с этим не прикасалась, но то, что я, как бы, мой вот этот принцип, который я для себя использовал в других ситуациях, он и там сработает. В принципе, там можно еще пару шагов добавить к этому. Получается, что оригинальный договор они уже давно отправили на биржу, уже там торгуют, продали, у них нет оригинального договора никогда, мы его требуем. Правильно? Да, в банках всегда по кредитным спорам народ требует оригинал договора, и никто ни разу не смог предоставить. Да, нету. А если нет оригинала, они не могут предоставить, какие требования могут вообще быть? И если вообще заявит себя человек, что он живой там, да, и вот этот расклад делает, что я вот вам разрешил снять с моего счета, вы с меня эти деньги требуете, мои же деньги требуете, да еще и проценты требуете, и еще 300 процентов вы на этом заработали, и вы еще какие-то деньги от меня хотите. Но это как живой может требовать, а как персона не может требовать вообще ничего от них. Они его просто не будут слышать, это товар, говорящая табуретка. Он не имеет права голоса, вообще никакого. Я же говорю, тот, кто получает паспорт, он своей росписью подписывается перед правительством своего города, что он себя признает слабоумным, некомпетентным, и он говорит, я нуждаюсь в опеке, я недееспособный. И правительство города, они же такие добрые, они говорят, хорошо, мы берем над тобой опеку. И он в этом расписался, все, он же расписался. И все договора, которые он потом заключает, в принципе, они все недействительные. Во-первых, он действует через юридическую персону, юридическая персона изначально банкрот, а тот, кто банкрот, не имеет права вообще договора заключать, это же правильно? Тот, кто уже банкрот, юридическая персона изначально банкрот. Ну, слушай, следуя логике, получается, человек пошел, получил, заключил кредитный договор, пришел довольный домой с деньгами, а на самом деле его этот кредитный договор идет в администрацию, там в администрации подписывают, да? Ну, может быть, они так и делают, что обязательно сообщают опекуну. Вполне возможно, потому что, почему так возможно, потому что они же потом, если человек не выплачет кредиты, они же просто берут и на каком основании они просто берут и конты эти счета снимают, ну, перекрывают. Да, потому что это их собственность на самом деле. Да, потому что есть опекун, они пошли к опекуну, спросили, а он сказал добро, окей, делайте. Но это недееспособному они это не сообщают. А зачем? Он все равно недееспособный, он все равно ничего не понимает. Это было у меня такой случай, почему я когда поняла этот принцип, да, и вот это письмо Марсель, который составил отказ от предложения по контракту, он мне всегда с самого начала объяснил, что все, что они нам говорят, это является предложением по контракту. они хотят заключить договор и нам делают ну типа оферты, да, и мы имеем право от нее отказаться от этой оферты. Так вот, это письмо, оно и называется отказ от предложения по контракту. И там все прописано, что я как живая женщина отказ, значит, не несу ответственность за персону и не заключаю с вами никаких договоров и отвергаю ваше вот это предложение по контракту. Если у вас какие-то требования ко мне есть, они допустим требуют с меня какие-то деньги, счета, я что-то им должна, какие-то долги, я им говорю, пишу, там в этом письме написано предъявите оригинал, предъявите всю цепочку вот этого процесса, как я зашла в этот процесс, что вы с меня требуете, да, как живая, как живая женщина, не как персона, которая заключила договор через паспорт, а как живая, есть ли у меня вообще с вами договор, его нету, на каком основании. Ну да, это называется истребовать право требования. И я все это прописываю, им указываю, что, и вот у меня был такой случай, что здесь у нас за телевизор требуют каждый месяц платить 18 евро. Со всех, мудительно, тут и в тюрьму садят, если кто не платит, вот, и... А в тюрьме есть телевизор? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok